Друзья, всем привет! Сегодня сделаю очередную поделку из флакона. Попытаюсь изобразить старинную ламповую радиолу. Для изготовления подобрал такой материал кусок ткани, ватные палочки, наковырял под крышечников из таких вот крышек. Также понадобится крупная молния и пара гвоздиков. Думаю, этого достаточно будет. Но если что-то понадобится, добавлю в процессе. Для начала отрежем от флакона нужную нам часть. Примерно вот так вот, наверное. Нам это нужно отрезать по кругу. Чуть не забыл. Вот эту вот этикетку тоже снимем аккуратно, так как она нам пригодится. Также отрежем дно по контуру. Теперь дно нам нужно вклеить вовнутрь. Для этого нанесем клей. Клей я использую титан, но можно также мастер. Они одинаковые по своим свойствам. Наносим внутрь и аккуратно вставляем. Вот эту наклейку с флаконом мы также будем использовать. Отрежем от нее полоску с надписями примерно вот такой вот ширины. Дальше обрежем лишнее. Примерно вот так. И приклеим вот сюда. Забыл упомянуть о пульке от детского пистолета, которую мы расколем пополам. Причем аккуратно. Дальше возьмем суперклей. Капнем в одно место. Во второе. И приклеим эти половинки от пулек. Вот таким образом. Дальше возьмем часть от молнии, от крупной. Отрежем тканевую основу. Дальше отсчитываем 7 зубьев. Это примерно вот здесь. Отрезаем. Наносим клей в виде полоски и приклеиваем. Вот таким образом. Дальше возьмем один из подкрышечников, который я подготовил. Нанесем клей по кругу. Немножко нужно. И приклеим вот сюда. Берем маленький гвоздик. Откусываем его в этом месте. Капаем клей вот сюда, посередине. И приклеиваем этот гвоздик оставшийся. Забыл также упомянуть про подвес для штор. Мы его будем использовать. Отрежем вот эти вот части. Ненужные вот в этих местах. Вот так должно получиться. Дальше возьмем гвоздик поболее. Это называется финишный. Откусим его. Дальше капнем клей вот сюда. И аккуратно приклеим к гвоздику. Подождем, когда подсохнет. В результате получилась у нас вот такая вот деталь. Это я присыпал содой и снова капал клей. Теперь мы ее приклеим вот сюда. Дальше возьмем два таких элемента. Нанесем клей и приклеим вот сюда. Второй также. Вот в это место. Далее снимем крышку. Возьмем ткань. Вот такую. Ставим вот сюда. И нам нужно зафиксировать ее вот таким образом. Извиняясь, наоборот, ткань нам нужно повернуть. Вот этой стороной лучше вставляем и фиксируем. Дальше нанесем клей вот сюда, чтобы зафиксировать ткань. Вот таким образом. Теперь обрежем лишнее. Вот так вот получилось. По краям, думаю, стоит сделать окантовку из ватных палочек. Отрежем в размер и приклеим. И теперь можно приклеить. Наносим клей. Здесь можно погуще, так сказать. И фиксируем. Теперь из ватных палочек сделаем ноги. Попытаемся загнуть пополам. Не получилось. Ну ладно. Отрежем. Лишнее обрежем. Аккуратно. В общем, есть четыре ноги одинаковой длины. И теперь мы их приклеим вот сюда. Капнем по углам клей. И зафиксируем. В целом поделка готова. Но нужно еще покрасить. Хотя мне это очень не хочется делать. Так как смотрится вроде бы и так неплохо. Но попробую покрасить. И уже будет видно, что получится в результате. Ну вот работа закончена. Получилась такая вот своеобразная радиола. Прошлых лет. Думаю, найдутся любители поделок такого рода. Спасибо, друзья, за просмотр. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok